Lintime Task Manager с заботой о вашем времени. Ну как следует из названия, наверное. Продолжаем тему селф-хостит решений. Ссылка на плейлист в описании. Очень полезно к ознакомлению в наше неспокойное время. А если сможете еще и внедрить у себя в НКО, честь вам и хвала. Lintime сервис непростой, поэтому сегодня обзорное видео. По верхам, а дальше посмотрю, может быть сделаю курс. Я его уже установил на сервер и сегодня обзор самого сервиса, а в следующем видео расскажу, как его устанавливать. Ну так вот, пойдем задом наперед. Тут управление вашим аккаунтом и управление командой. В команду мы и зайдем с тем, чтобы добавить пользователя. Пользователей добавляют участники, тут нет самостоятельной регистрации, но и нет распределения ролей. То есть добавлять и, что самое странное, удалять пользователей может кто угодно. Вот эта роль, она по-моему исключительно для информации. Единственное, если не добавить пользователя в какой-то проект, он его и не увидит и не сможет добавить в него кого-то третьего. Ну то есть какая-то раздача прав все-таки есть. Так, заходим от имени вновь зарегистрированного. Обучение пропускаем. Дашборд. Так. Вот так теперь выглядит список сотрудников. Это я тут добавил еще одного. И я могу тут всех удалить и меня могут все удалить. Ну и сотрудников можно редактировать. Например, перекрыть ему доступ к какому-то проекту. Тут те проекты, к которым у вас есть доступ. И добавим новый. Ну понятно, что проект — это большой комплекс работ, но не очень большой. Завести проект, который содержит в себе всю деятельность организации — это неправильно. Но вот скажем, подготовка к благотворительной ярмарке вполне может считаться проектом. Клиент — это если вы делаете для внешнего клиента. Давайте добавим нового. Клиент нужен для отчетности. Ну и в принципе lean time — это на 50% для организации текущей работы и 50% для оценки результатов. Ну и по клиенту можно смотреть, что вы делали, когда, сколько тратили времени. В общем, важная часть работы именно с lean time. Ну и элементы CRM опять же. Так, создаем проект уже для Владимира Ломова. Добавляем членов команды. Те, кого вы не добавите, видеть его не будут. И сколько мы можем выделить часов и денег на этот проект. Деньги, по-моему, не считаются. А вот часы считаются. Причем это человека часы. То есть, если несколько человек работают над проектом одновременно, их часы суммируются. Да, подвисает. Тут ошибка с доменом. Я думаю, когда буду рассказывать про установку, расскажу. А сейчас уж не буду править, помучаемся. Так. Ну и тут, соответственно, у нас появляется уже два проекта, разбитые по клиентам. Очень быстро, хотя про каждую закладку можно рассказывать долго, расскажу про левое меню. Вехи. Майлстоун. То, к чему нужно стремиться. Учет времени будет автоматически собирать статистику, кто сколько времени тратил на разные проекты. Исследования — это история про гипотезы и предположения, которые находят или не находят подтверждения. Идеи — это просто доска идей. Кстати, хорошо иметь доску идей по проекту. Пусть накидывают. Мир же вообще состоит из идей, если верить Сократу. Ретроспектива — это оценка результатов. Хорошо делать по достижении Майлстоун. Отчет — это отчет, пока пустой. И настройки проекта — это настройки проекта, где есть дополнительные закладки типа файлы или общее обсуждение по проекту. Ну и переходим к задачам. В общем-то, основное, что есть в любом Task Manager — создаем. Тут, как и по проекту, достаточно много всего можно написать и выбрать из выпадающего списка. Исполнитель может быть только один. Вот это мне не очень понравилось. Нет сооработников. Сроки. Сколько планируете потратить часов. Ну, планируете как руководитель. Ну и у сотрудника, которому вы назначили эту задачу, она появляется в задачах по проекту. Он ее может, соответственно, перемещать. Если он за нее взялся, значит, она уже в процессе. В задачу можно заглянуть, добавить файлы, описание и так далее. Также задача появляется в календаре. В личном календаре с дедлайном. И ее же теперь можно выбрать в учете времени. Вот эта фишка весьма мне понравившаяся. То есть по каждой задачи сотрудник может добавлять количество потраченных часов. Прямо по дням недели. И у него будет свой отчет по загрузке. А у вас, соответственно, будет отчет по затраченным часам на проекты и задачи в них. И здесь детально, и в отчетах уже более общо. Зато с диаграммами. Напоминаю, что видео про то, как установить линтайм, выйдет буквально через несколько дней. Тогда же ссылка появится в описании. Не знаю, я почему-то испытываю какое-то эстетическое удовлетворение, когда использую непроприетарное ПО. То ли от возвращения к истокам интернета, то ли к периоду охотников и собирателей. Не знаю. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжение следует...